И тогда мы предоставим слово специалисту по физической реабилитации из Бразилии. Лилия не просто специалист по лечению лимфедемы или лечебной физкультуре, она профессиональный тренер по пилатесу. Это один из тех видов физической нагрузки, который нам очень полезен и с минимальными ограничениями может использоваться при фактически любой стадии реабилитации, при любой стадии лимфедемы. Здравствуй. Доброе утро. Первое, я хочу поблагодарить Александру и Андрею за приглашение меня здесь. Сегодня мы с вами, и я так счастлива, я очень рада быть в этом стране и в этом прекрасном, прекрасном городе. Спасибо большое. Для начала, Лилиан очень хотела бы поблагодарить нас за то, что мы ее позвали, и вас за то, что вы ее слушаете, за то, что мы ее пригласили в эту прекрасную страну и красивый город. Сначала она немного расскажет о себе и о том, как она пришла к работе со своими пациентами, и расскажет немного про Пилатес. Ну, это группа, который я создавал в 2002 году, so a long time ago, and it was in a public hospital in Brazil with no money, no help from the hospital. So, we decided to create this group. All of these patients are oncological patients, breast cancer, gynecological cancer, and head and neck cancer, melanoma, sarcoma. So, we started from zero, as you can see, in these poor-poor facilities. Начиналось все, как обычно, и часто бывает с нуля. В Бразилии, государственная больница, денег не выделяли, а как-то пациентам нужно было помогать, как реабилитологу. Поэтому она организовала такой кружок по Пилатесу и пригласила туда онкологических пациентов разного профиля. Там были пациенты гинекологические, рак молочной железы, меланома. Что нужно знать о сочетании такой методики как Пилатес с заболеваниями как рак молочной железы и лимфедема? Well, here there's a link between the present and the point of departure. Пилатес-метод, it's all about movement, which he called contrology and physical therapy as well. Pilates – это, во-первых, о контроле, даже есть целый термин «контролология», и о том, как двигаться и находить связь между настоящим и той точкой, куда мы идем. Okay, here are the elders. There are some people that used to work with Pilates. They've been following him. So, Carola Trey, Evgen Trey, Cathy Grant, Romana Krizanovska, Ron Fletcher, Mary Bowen, Lolita Samigel. Lolita is still alive, she is in his 90s, and she is still working and teaching. Pilates is the name, right? Yeah. Pilates – это не просто там йога. Pilates – это имя человека, который разработал эту методику. И изначально ему помогали вот те люди, которых Лилиан сейчас перечислила на слайде. И одна из них до сих пор жива, ей уже 90 сент, но вот это, так сказать, корифей, откуда метод вообще пошел и разработался. Ну, это, так сказать, outsideна. Ну, ну, Now, сjm, Vote a briefed story of 1 Katie Gentre, one of the elders. Henrietta Greenhood is born on August 20, хочет moves to New York, where she begins his dance career with the Renia regularly, marries his childhood friend. В 1944 году она танцует и хореографирует для своей собственной компании и учится в школе выступающих танцов. После персистанции ног и ноги проблемы, она начинает изучать с Джозефом Пилатесом. В 1955 году она уничтожила мастектом и так много тиши было отверстия, что она не могла уничтожить ноги. Она и Джозефом Пилатесом показали, что в школе показали, что в школе выступали. В школе выяснили, что в школе выяснили, что в школе выяснили. telling the truth. Где-то нас обманули, либо до, либо после. Но видео показывает how it was before and how after, or only after. Later, surgery, you can see the mastectomy. То есть руки до этого она поднять не могла вообще, а сейчас она, благодаря этим упражнениям, способна весь объем осуществлять, и даже мышечный корсет прекрасно накачан. So, a physical therapy objectives with Pilates prevent, minimize and treat the adverse effects of cancer treatment. Andrea already talked about that, so I will be a little bit fast. Цели у Pilates при лечении пациентов с ракомолочной железы такие же, как и у общей физиотерапии. То есть предотвратить, минимизировать и лечить побочные эффекты всех видов лечения рака. Well, in Brazil right now we are starting to treat these people before the surgery or the chemotherapy or radiotherapy. If we are possible, if we have the access to these patients. I don't know how is it here. Сейчас в Бразилии развивается активно подход, что реабилитацию нужно начинать еще до лечения, то есть в предоперационном периоде. Более того, разрешено также в самые первые дни после операции принимать участие в реабилитации. Well, the pre-operative comes with associators, comorbities, upper limb mobility, pre-existing alterations, bursitis, tendinopathies, guidance on surgical treatment and complications, improved quality of life, complication prevention. До операции работают, проверяют вообще какой объем движений сейчас, может уже из-за каких-то проблем существующих, tendinopathies, проблемы с плечом, уже движения недостаточно. Нужно его перед операцией разработать максимально, посмотреть сопутствующие болезни, приносит ли какой-то вклад в состояние человека, что-то там скорректировать, разобраться, какое будет хирургическое вмешательство, объяснить человеку, что ждать и что нужно будет делать в первые дни, поработать над качеством жизни и объяснить, какие могут быть осложнения и как их предотвращать. То есть, непосредственно физиотерапевт как раз рассказывает то, что мы рассказываем сегодня вам, то, что возможно ли лимфедема, как ее предотвращать, какие есть риски. Well, the post-operative, Andrea also spoke about it. We can treat, so, axillary, web syndrome, scar adhesion, range of motion, restriction, pain, linfedema, quality of life. Post-operative реабилитация сводится к тому, что как раз уже рассказал Andrea. Wow, this is a case study of a patient of mine, 34 years old, female nuliparous. Diagnosis, invasive ductal carcinoma of the right and left breast grade 3, triple negative behind category 6 and 4 respectively. Bilateral axillary lymphadenopathy, peritomoral vascular lymphatic invasions, positive treatment performed bilateral radical mastectomy, chemotherapy, radiotherapy, use of 450 mm expanders. Как вариант примера, есть девушка, ее пациентка 34 года. У нее был инвазивный протоковый рак и была двусторонняя аденопатия, то есть вовлечение лимфатических узлов, убрали опухоль, убрали лимфатические узлы, была радикальная мастектомия, химиотерапия, лучевая терапия и был установлен экспандер на 450 миллилитров. Девушка была достаточно активна. То есть начали реабилитацию сразу же после операции, еще дренажи были не убраны. Конечно, с таким рубцом было сначала очень сложно поднимать руки, но благодаря реабилитации эластичность и подвижность тканей максимально восстановлена. Просто сразу скажу, если бы вот с таким рубцом и с такой травмой реабилитацию бы начали через год, когда человек уже весь бы скукожился, уже поднимать ничего никуда не мог, результаты были бы гораздо хуже. То есть чем раньше мы начинаем растяжки, упражнения, чем результат будет оптимальней. То есть еще одна вещь, что мы называем пре-пиларис. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Также есть понятие пре-пилатес, когда мы можем пациентам, которые по какой-то причине не могут посещать общие занятия, объяснить, что они могут делать в доме сами с дополнительными предметами, мячик, такой гимнастический круг и прочие инструменты. Можно иметь хотя бы несколько, и уже будут хорошие результаты. В этом случае использовался для контроля над шрамом, над дробцом кинезиотейп, а упражнения выполнялись с небольшим весом в виде гантелек. Она имеет радиодерметизм, как вы можете видеть, и также, это я воспринимаю лечевую терапию с образованием фиброзы, рубцовой ткани, и Лилиан как раз лечила ее при помощи мобилизации мягких тканей. Это один из вариантов наложения кинезиотейпа. Неважно, есть лимфедема или нет, какая у нее стадия, и вообще, сколько прошло времени после лечения, мы в любом случае должны пациенту помочь. Мы сначала должны сделать так, чтобы он к нам пришел, мы должны его замотивировать к тому, чтобы он начал активно участвовать в процессе лечения, и дальше мы должны его мониторить. Это касается и лечения лимфедемы, и физиотерапии. Мы не теряем контакт с нашим пациентом, потому что история надолго, и мы должны знать, что с ним происходит. Пациенты, вне зависимости от того, у них есть метастазы или нет, они на химиотерапии или нет, после любой стадии лечения они могут заниматься этими физическими упражнениями. Также задача физиотерапевта объяснить все, что мы сегодня вам рассказывали о лимфедеме, когда какие риски, как контролировать, ну и все детали, что мы говорили. Некоторые факторы являются факторами риска для развития лимфедемы. Мы многих сегодня уже говорили, это и токсаны, и повышенная масса тела, и многие другие, но это все будет, опять же, влиять на нашу тактику профилактики. А что делать, если лимфедема случилась? Здесь очень важно о том, что мы говорили, что здесь, во-первых, очень важно вовремя начать, как можно раньше, и чтобы пациент продолжал лечение дома. Это не только сконцентрировано в клинике и у врача. Чем раньше лечение, тем оно будет короче. Понятно, что если мы будем лечиться уже на третьей стадии, это займет пару месяцев, а если пришли, когда разница один сантиметр, все закончится быстрее. В связи с жизнью и физическими активностями, я просто добавлю что-то, что Андрея уже говорила. Это monitor extremity during and after activity for any changes in size, in shape, in texture, and pain, weight or firmness, and maintain a healthy weight. Очень важно следить за размером ручки, если мы пробуем какой-то новый вид физической активности. Можно мерить не просто два раза в неделю, а до и после чего-то нового или какой-то дополнительной нагрузки, которую мы включаем, чтобы понять, как наша рука на это реагирует. How should linfedema be treated? Александра spoke a lot about CDT. It's still the gold standard. Комплексная физическая протечная терапия и в Бразилии является золотым стандартом лечения лимфедемы. Есть целая программа по работе с силой после перенесенного лечения рака молочной железы. Она составлена специалистами из Соединенных Штатов Америки. Она есть в интернете. Но многие из этих упражнений мы уже записали и будем вам размещать на нашем ресурсе в скором времени, поэтому можно не переводить к англоязычной источнике. В своих исследованиях и бразильские специалисты показали, что упражнения с отягощением никак не ухудшают прогнозы по лимфедеме, а наоборот показаны пациентам, перенесшим рак молочной железы, и улучшают показатель функциональной силы, активности, подвижности. Поэтому абсолютно показаны. Упражнение. Они абсолютно позитивно влияют на все, что мы с вами сегодня обсудили, и даже на восприятие своего собственного тела. Поэтому обязательно включаем их в свою программу. Есть смысл делать упражнения не только общими, но и подбирать индивидуально в зависимости от проблем у каждого человека. Продолжение следует... За счет упражнений, которые мы индивидуально подбираем в пилатесе, мы можем контролировать не только основную проблему, но и работать с сопутствующими заболеваниями. Мы можем снижать негативные эффекты последующего онкологического лечения и, в общем, повышать качество жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Вне зависимости от того, какие были виды лечения, если упражнения подобраны индивидуально, они имеют минимальный риск каких-либо осложнений, поэтому очень важно заниматься со специалистом. So corrective exercise is not the only safe option for your patients. Here are some pictures, some photos of the machines, the пилатес machines that I'm using with that patient that I showed you before. Эта машина называется «Кадиллак», и вы можете видеть, что я пытаюсь улучшить уровень движения ногтей, спины, хипов, хипов. Другой упражнений, пытаясь улучшить голову, улучшить голову, улучшить голову, улучшить голову, как Андрея говорила. Мы не хотим работать только с частью тела, но мы хотим двигаться целым телом. Пилатеса – это связь с телом и мозгом. Что очень важно, о чем уже говорил Андрея, не важно, оттекает какая часть тела, упражнения должны затрагивать все тело, и руки, и ноги, и корпус. Только общая нагрузка, равномерно распределенная по телу, она приведет к нужному результату. Это принципы просто ЛФК и пилатеса. Another one. One more, still on the Cadillac. As you can see, all of the exercises, many of you or many of our patients are afraid to move themselves. in some directions, about the amplitude, how can I do, how much can I move myself. So there is no contraindications. I mean, not contraindications, but you can do whatever you want, but you need to go in this prescribed exercise step by step. Некоторые пациенты боятся делать упражнения на всю амплитуду. Ну, то есть вдруг у меня что-нибудь сломается или перерастяну. Поэтому, конечно, всегда должен находиться рядом специалист, но в целом ограничений практически нет. То есть ваше тело само подскажет, где оно должно будет остановиться. Специалист проконтролирует. То есть вот девушка боялась откидываться назад, вытягиваться, но ее тело это все может сделать весьма безопасно. Иногда пациенты сами пытаются компенсировать ту или иную проблему, и из-за этого нарушается баланс и осанка. Но с этой проблемой тоже можно работать благодаря пилатусу и выравнивать эти декомпенсации. Есть еще один аппарат, который называется реформер, но принцип там примерно такой же, как с резинками. То есть есть какое-то сопротивление. Ты должен прикладывать усилия. Движение просто, которое мы делаем вот так, это очень быстро становится недостаточно. То есть это не важно в какой машине вы или ваша пациенте. Но они должны быть mobilized, работать с усилием, 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 и работать с усилием. То есть мы выбираем какие-то машины, потому что если пациент не может сидеть в спину, то мы выбираем другую машину. Как индивидуализируются программы, смотрится в каких положениях человек может делать упражнения, может он не может сесть, тогда будут исходные упражнения из положения стоя. Выбираются специальные техники, чтобы человеку не было больно. И дальше основная задача создать определенный баланс между упражнениями на силу и упражнениями на растяжку. We're still in the reformer. Another, once again, like compensating, but as I said, it doesn't matter. And here is when I disagree a little bit with Andreas, because, wow, you see a big, big extension. She was told that she will never will be able to do that because she has a metastasis on her bones. Unfortunately, now this patient of mine, she is in her 22 metastasis. So we are trying to figure out what to do right now. У этой пациентки сейчас 22 метастаза, к сожалению. Сейчас они подбирают новую программу, потому что раньше была задача улучшить растяжку. Они практически достигли этого результата, но сейчас, к сожалению, рак прогрессировал. Есть специальный стул для Пилатеса, волшебный стул, если переводить дословно. Здесь включаются упражнения на баланс и координацию, которые включают работу с корпусом. And here, I think someone asked about the hanging exercises. Of course, it was like step-by-step till we get to this position, to this exercise. But she is allowed to do, and most of our patients, if they follow our guidance, they will be able to do that. А это к вопросу, а можно ли висеть. Тут девушка висит в самых разных положениях, но, опять же, это не с первого дня. К этому приходили сначала, поработав силой мышц, и потом под контролем специалиста уже потихонечку увеличили нагрузку, потому что здесь, видите, нагрузка распределена и между ног, и между рук, и только потом она будет сниматься с одной части и перераспределяться на другую полностью. Please, don't do that without any guidance, just looking at the Internet. So, this was a photo shooting that we did for another work of mine, and at the end of this photo shooting, she asked me, because I showed her the video of Eve Gentry, and she asked me, if she can take off her shirt as well, and I said, wow, okay, and the photographer also said yes. Когда они снимали эти упражнения, она сказала, можно я вот как-то модель, с которой Пилатес тогда начинался в 1955 году, тоже сниму майку, чтобы было видно мою спину, мои мышцы. Давайте сделаем фото в таком виде. И видно, как человек действительно поработал над мышечным корсетом, какая спина сильная. Yeah, we did the same, trying to show you that anybody is able to do these exercises. Well, this is my patient. Her name is Juliana. She asked me to tell her name. Well, she's struggling with this 22 metastases right now, but... Это вот та самая Джулиана, у которой сейчас 22 metastases. Она разрешила назвать ее имя, даже попросила, с которой сейчас Лилиан как раз работает. Это учителя по Пилатесу, у которых Лилиан училась. Это учителя по Пилатесу, у которых Лилиан училась. Если я забыл, то мы снимали видео вчера, но вы не можете найти его книжку. Я хочу сказать, что Пилатес не только для структуру. Он требует силы, силы. Это не так легко, как люди думают. Лилиан, я хочу сказать, что нужно, как Андреа сказала, идти по структуру, на основные упражнения, чтобы интермедиатрировать и на завершенные упражнения. Лилиан, хотела бы, чтобы у вас осталось впечатление о Пилатесе, что это не просто какие-то растяжки для стареньких людей, что-то такое легкое. Это полноценная физическая нагрузка, которая отлично тренирует силу. И в ней упражнения должны быть дозированными по этой нагрузке, от легких до уже таких продвинутых. И работает там не только с растяжками, но и с отягощением и силой. Слова, которые Лилиан хотела бы вам передать, как такое, чтобы вы о ней запомнили, она вам желает, чтобы в вашем сердце были открыты двери и окна, чтобы туда мог зайти свет и сделать все красивым и засветиться. Берегите себя, берегите кого-нибудь еще в вашей жизни и вперед в полет! Лилиан Мэллов. Спасибо!